Продолжение следует... 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 Мы делаем high resolution, смотрим так же, что признаков остаточной опухоли нет, проверяем себя на диффузии. По диффузии, возможно, здесь достаточно сложно понять, мы можем запутаться на фоне проведенного лечения. Мы проводим клиническое контрастирование и также не видим участка более раннего накопления контрастного препарата по сравнению с здоровой тканью. То есть это был подтвержденный полный регресс. При частичном регрессе алгоритм точно такой же, мы смотрим на первичную опухоль, мы ее оцениваем на светальном предвозвращенном изображении, на аксиальном. То есть мы видим опухоль на диффузии, типичный признак истинного ограничения диффузии, повышенная сигналом ДВИ, пониженная на ЭКД, при непривенном контрастировании в психологическом характере накопления кармагнетика. После неоагивантной химиотерапии на сабитальном нативном изображении мы не видим опухоли. Выполняем ХАРС, на ХАРС уже мы видим какой-то участок, который поднимется повышенным сигналом в текции раннего времени опухоли и ткани. Проверяем себя на диффузии, смотрим, есть не отчетливое повышение сигнала. На ЭКД карте очень сложно разобраться, возможно здесь, возможно здесь. Но при выполнении динамического контрастирования мы уже видим отчетливое участок достаточной опухолевой ткани, что было подвержено диффузологически, то есть это двучастичный регресс. Также пример стабилизации процесса, когда мы видим согласно рецисту достаточно одинаковую по размеру опухоль на нативных хронах угловой, на аксиальных резолюциях, на диффузии с аналогичными характеристиками и также накапливая в контрастный препарат, есть такой вариант стабилизации процесса. К сожалению, у нас включаются такие пациенты, когда мы видим прогрессированные процессы, здесь учетка выводна до начала химиотерапии, опухоль, переднику, бешейки, маски. Мы видим, что после проведенных тех курсов опухоль занимает практически всю шейку. Это мы видим и на длинно-слезовых изображениях, фидеализации в минерах глинипатических пульбах также, на диффузионных изображениях, в среднем три месяца мы могли лечение в диффузии и диффузии, и диффузиологическое накопление контрастного препарата, есть аналогичные контрастные препараты, есть аналогичные контрастные препараты. И через несколько месяцев данный пациентка была прооприорирована и была вот такая партия, достаточно крупный опухолевый узел, саналяя системы формирования, чего-то зеркал, прямой пышки и диффузионных пышки также были в личных процессах и иммунные и лимфорические изображения. Кроме троечной опухоли, с помощью многокринансной томографии мы также можем оценить лимфатические узлы. Сочувствую это является достаточно сложной задачей, поскольку не бывает такого, что мы имеем все критерии поражения лимфоузла. Основные критерии, которыми мы руководствуемся, это, конечно, размеры. Если лимфатический узел круг или формы, то диаметр пораженного лимфоузла чаще больше, чем 8 мм. Если она в овальной форме, то чаще это более, чем 10 мм поперечника. Четвертым помогают такие признаки, как нечеткость контура, перифокальный отек, отсутствие жировой коробки, когда мы не можем не видеть скотч-канебулярную логику, дифференцировку, снегородность под полуслоевого уплощения и асимметрами, практически другим. В принципе, КТ и МРТ обладают конекторные цепи металами достаточно одния классно ценностью в оценке инфитерия. Но сейчас мне нравится очень много новых технологий. К сожалению, ЮСПО не доступны нам в России, а УПЭТ нам достаточно неоднозначный инфлятор. Также вот из боковой исследований, что помогает нам в визуализации лимфатических узлов. Конечно, когда мы видим вот такую картину, здесь в центре, в кульшейке матки, мы видим вдоль наружных поддошных сосудов, округлые водные лимфатические узлы, в структуре их не прослеживается, размеры увеличены, диффузии, цвета НДВИ, пониженного на карте, патологическое накопление контраста. После наодеванки цены в СКП, были в конкурсировании процессе, и, конечно, такие лимфоузлы никаких вопросов у нас не вызывают. Не стоит забывать, что фистозный пристройка лимфатического узла является также как-то демоничный признак о лимфатическом поражении в данном пациентке официальной пациентке опыта и шейки матки с измеренным лимфатическим узлом зонтраво-поддошных сосудов. Диффузия нам здесь не поможет, поскольку и там, и там повышены сигналы, водка-пластирования, и на плане химиотерапии мы видим уменьшение лимфатического узла. К сожалению, бывают такие ситуации, когда мы не можем, мы видим какие-то лимфатические узлы, у пациентки опыта и шейки матки с анализой параметки. Вот мы видим два лимфоузла наружных поддошных сосудов, они оба овоенной формы, они оба диаметром меньше 10-8 мм. На диффузионном злошном изображении абсолютно одинаково на пассивном сигналах, что на диффузию склонные кадены. И на контрастирование также, никакой подсказки нам не дается. Но если посмотрите поднимательнее, мы видим что плотность в данном лимфатическом узла вам кажется каким-то более гипоинтенсивным, более плотным. Чего данные в этой пассивной узле? Высказано предположение, что, возможно, они являются нефатическими. На гистологическом исследовании было выявлено, что данный лимфоузел более плотный спирт вызывает изменённым, а вот этот лимфоузел неизменённый. Какие ещё можем скрыть трудности в оценке эффективности неоделантного лечения, кроме того, что не очень понятно, что же делать с нейфатическими узлами? Зачастую после лечения мы видим вот такую картину в шейке маски, то есть участок повышенного сигнала. По нативным скалам можно подумать о достаточной ткани опухоли, повышенный сигнал в шейке маски. На диффузии картина также не очень понятно, поскольку мы видим повышение сигнала на высоком факторе. На ЭКД-карте мы видим в тёмных сигналах в Кромону, непонятно, опухоль ли он или нет. И на динамическом контрастировании мы не видим участков более раннего накопления контрастного препарата. И получается, это была не остаточная опухоль, а это была просто выставительная лимфодная инфильтрация. И зачастую нужно именно по этому оценив все последовательности, которые мы выполняем, не только по два выявления, не только по контрастным, по перефузионным, все вместе, чтобы понять, является это опухоль в ткани или нет. Кроме того, не нужно забывать, что мы оцениваем опухоль в трёх плоскостях. Именно для этого мы выполняем два изображения хорезолюшного. Перпендикулярно опухоли и строго параллельно опухоли. Поскольку, если мы посмотрим в данном клиническом примере, на сабитальном ткани опухоль как будто ограничена шейкой маски. Здесь нет нелайзи. Если мы посмотрим на перпендикулярно, на аксиальный скан тоже мы видим то же самое гипоинтенсивное эстромальное кольцо, которое является призриком того, что примерно в 90% не будет периметральной нелайзи. Но если мы посмотрим на строго корональный хорез, мы, конечно же, увидим, да, эту нелайзию. Здесь нам диффузия, также можно сказать, нечёткость пищеметрия контра, но не контрастированная, потому что критокрастирование в контур достаточно тёпкий. К сожалению, магнит в оригинансовой томографии склонны к недооценке и переоценке размеров остаточной ткани опухоли. В данном клиническом примере мы видим достаточно крупный опухоль шейки маски, которая распространяется на тело маски. С признаками с ограничением диффузик с логическим накоплением контрастного препарата. После неодиоантового лечения опухоль уменьшилась и максимальная её потяжённость была около 2 см. Однако на гистологии потяжённость опухоли была на полтора сантиметра больше. Зачастую это связано с тем, что методика проведения исследования нарушает вызвать двигательный аспакт, аспакт пристаньте кишечника, атипичное положение и формы тела маски, наличие репутационных птиц в шейке, методы вниз, тревцовая деформация. Всё это может способствовать предооценке размера остаточного привыкания. И также существует такое изменение, как переоценка размеров опухоли. В данном клиническом примере здесь была опухолизация процесса не более 2-3 см протяжённость максимальная. Однако на гистологии тоже была разница около сантиметра. И это происходит зачастую за счёт реактивной воспалительной реакции. Это первичная опухоль, после биопсии, нам нужно сгустить интервал минимум хотя бы 2 недели. Это воспалительная реакция, как ответ опухоли, на поведённое мелодиванное лечение. Это появление интерстатального отёка опухолевой ткани, изменение степени воспаливизации нашей опухоли, ибо это окружающий опухол воспалительный фиброз. Всё это может привести к переоценке приостаточного опухолевой ткани и к переоценке параметральной инвайзии. Таким образом, хотелось бы сказать, что монтная резонансная терапия – это эффективная методика приоценки мелодиванного лечения. Но это в том случае, если мы будем достаточно чётко создать методику исследования, если мы будем пациенту продотавливать в этом исследовании, если мы будем использовать максимально полный протокол сканирования, то есть это нативные взвешенные изображения, диффузион, изображения – диффузионическое контрастирование, которое повысит показатель чувствительности и специфичности методики до 90-80%. Кроме того, это мультимодальный подход, когда мы используем не только МРТ, конечно, мы используем интриглуповое исследование. В таких случаях мы используем КТ и МРТ. Это мультисциплинарный подход, поскольку, если мы не будем работать в команде, наверное, у нас нормально очки не получится. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.